Тайганское и Симферопольское водохранилища Подразделения материально-технического обеспечения южного и западного военных округов уже приступили к выполнению задач по прокладке трубопровода. Планируется построить магистраль протяженностью более 60 километров. К выполнению задач привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники. Сухой год, погода с одной стороны хорошая для курортного сезона, с другой воды не хватает. В городе Симферополе образовался дефицит определенный. Мы понимаем, что водохранилища пустые, там до 30% наполнения в общей сложности, хотя последние осадки нам дали определенный плюс. Но, как всегда, пока мы там совместно с правительством разрабатываем ряд схем и механизмов постоянного водоснабжения на постоянной основе города Симферополя, улучшение ситуации, вынужден был обратиться к главе государства и к министерству обороны, лично к министру обороны Сергею Кужедовичу Шойгу за помощью. И вот в данном случае сегодня по команде президента непосредственно прибыл уже первый эшелонный. В Симферополь уже прибыли первые подразделения соединений материально-технического обеспечения и воинский эшелон со специальной техникой, оборудованием и материальными средствами. В ближайшее время военнослужащие приступят к выполнению задач. Даниил Воронов, Время новостей. Даниил Воронов, Время новостей.